у нас в гостях известный политолог писатель автор телеграм-канала сыны монархии роман тоновский здравствуйте роман юрьевич приветствую вы написали книгу русские супергерои расскажите пожалуйста о чем эта книга эта книга действительно настоящих русских героях прошлого времени хотя даже есть там некоторые герои и со времен настоящего ныне живущие как например герза ветеран двух чеченских ветеран чеченской войны который возладел вот эту знаменитую роту бешеной которая очень хорошо справлялась с террористами и в принципе книга и представляет из себя где-то порядка 50 коротких но ярких очерках о великих людях допустим если рассказывать из других известных как пушка не стараюсь открыть из какой-то неизвестный широким массам неожиданной стороны либо наоборот рассказываю каком-то герой может быть малоизвестным и там все разбито по тематическим блокам то есть есть великие полководцы есть люди имеющие отношение к русской православной церкви есть великие наши правители императоры мыслители писатели живописцы кинодеятели там есть очерки там про бодрова про балабанова есть блок про спортсменов где у нас там и ныне живущий федор емельяненко и трагически погибший эдуард стрельцов который был как вы знаете заключен там несправедливо футболист футболист да футболист и например самый сильный человек планеты кумир арнольд шварценеггер юрий власов который был не только великим штангистом но еще и написал множество книг с такой слабо патриотической православной точки зрения как вы считаете вот молодежи сегодня нужны такие книги они читают читаю да мне приходит много отзывов от подписчиков от читателей что читают это люди взрослые читает вместе с детьми читает подростки и красоты ему такой во многом молодежно-подростковый формат поскольку к сожалению сейчас люди привыкли меньше читать и обычно как раз вот подростки любят читать тексты объем с какой-нибудь постов в телеграме или где-то в дзене в соцсетях вот поэтому как раз я постарался чтобы очерк был достаточно емкий чтобы ли основные факты из жизни какие-то уроки жизни известного человека зафиксированы но при этом это можно было достаточно быстро прочитать вот и я считаю это очень правильно потому что многие действительно мало знают о наших героях в наши молодежи часто героями являются выдуманные герои какие-то американские бэтмена человека пауки и моя задача была показать то что наши собственные там предки или даже современники это великие интересные люди у которых супергеройских качеств намного больше чем у того же там человека паука и женщины кошки вообще вот в этих словах русские супергерои нет какой-то гордыни вот что почему именно русские и почему супергерои ну я наверное хотел провести просто параллель с супергеройской вселенной марвел а которая американская конечно у нас есть русские супергерои но показать четкую разницу что наши супергерои это настоящие реально живущие или реально жившие люди совершенно не выдуманные в принципе у меня есть такая мечта может быть со временем создать вот подобные марвел посвященные нашим великим русским героем что-то вроде такого мультимедийного центра где про них будто выходить книги для детей это будут комиксы фильмы сериалы и вот там фирменный мерч с их изображениями там кстати книга сопровождается хороший художник из твери николай юдин под каждого героя в таком стиле татуировки трешполька нарисовал такой яркий яркий эсквиз поэтому книга в принципе еще она и с иллюстрациями а скажите вот сейчас где-то эту книгу можно приобрести или прочитать как куда остатки я думаю тиража печатная еще есть принципе не знаю как по регионам но можно тоже заказать доставкой я думаю на озоне можно найти а так в принципе издательство их смог который сдал мою книжку помимо печатной версии там кому не достанется можно найти версию как электронную так и аудиоверсию планируете написать продолжение этой книги да мне кажется можно сделать целую энциклопедию потому что русские супергерои это просто неисчерпаемое поле я чем больше там интересуюсь биографии мне тем больше нахожу каких-то новых героев вот даже здесь на сахарине а когда в кривическом музее я специально фотографировал их себе как контент тоже русских героев кого там я раньше допустим я раньше знал там святителя инокентия невельского вот а так и еще там себе так взял героев которые воевались в русско-японскую и потом советско-японскую возвращали тоже южный сахарин про их биографии плюс я считаю это моя недоработка у меня немножко было такого сексизма не было супергероинь женщина в этом выпуске поэтому я хочу следующих своих книгах о русских героях это уже ошибку исправит написать еще и про великих русских женщин а также сделать такой блог я бы назвал не русские русские супергерои это люди которые этнически были не русскими но при этом внесли своими подвигами тоже большой вклад в развитие россии в принципе меня как бы эта поездка вдохновила как и на то чтобы написать какие-то эссе и посты о героях освоение обороны возвращения сахалина так и в целом сайт несколько таких постов кривички потому что края с богатой истории из великолепной природы вот мне как жителю коренному среднерусского среднерусской равнины вот я вам немножко завидую когда выходишь на центральный проспект который от сопки начинается и сопкой заканчивается у нас конечно таких пейзажей нет ну да мы живем в долине а за эти дни удалось с кем-то пообщаться ну вот как какие здесь люди они чем-то отличаются тех которые живут в москве в центральной россии местные жители я все считаю что большому счету у нас везде живут хорошие люди нашей стране и плюс минус с одной стороны моментально друг от друга не отличается потому что здесь у нас те же самые интересы те же самые проблемы те же самые вопросы пообщался как раз и с вами с простыми сахалинцами как раз мы с братьями пообщались из братства Александра Невского из организации русская артель все было интересно то есть мы говорим в принципе на одном языке в прямом и в переносном смысле но с другой стороны при этом интересно общаться потому что поскольку у нас необъятная страна 7 часовых поясов множество поясов климатических то помимо все прочего в каждом тебе регионе могут люди что-то интересное рассказать про свой край поверь какие-то вещи которые допустим ты у себя дома в родном городе не знаешь поэтому это вот здорово то с одной стороны ты понимаешь что вот это вот все это моя россия и сахалина калининград и там осетия дагестан бурятия и сибирь и москва и петербург а с другой стороны понимаешь что в каждом крае какая-то у тебя там интересная бывает особенность можно даже посмотреть там это там по кухне где ты поешь морепродуктов где-то хорошего мяса а где-то те принесут там ведро северные ягоды морожки а вот вы участвовали в конференции чему она была посвящена и о чем был ваш доклад конференция была посвящена юбилею святителя инокентия который внес огромный вклад в освоение россии дальний восток сахалина и временно оккупированной соединенными штатами русской америки аляске скажем так мой тогда был посвящен тому кто такие русские поскольку темой была заявлена такая общероссийская для невосточной идентичность чтобы определиться с тем какая национальная идентичность нужно найти правильный ответ а кто же такие русские потому что люди дают множество детов и я вкратце скажу что на один говорят что вот русские то не кровь это что-то такое над национально это дух то ведь нет это вот сугубо я сторонник и тех и других подходов потому что действительно русские это дух и во многом это дух православный иногда человек который русским не является этнически может быть там допустим какой нибудь допустим этом бурят твою еще ныне за россию в своем плечом с русским солдатом он больше русский чем этнический русский лакан который уехал из россии поддерживает украину но при этом нужно тоже важно понимать что все равно стержнем народа это является как бы вот ядром его русский этнос вокруг которой уже объединяются все остальные этносы нашей страны в единую такую политическую нацию планируете еще приехать на сахарин безусловно потому что здесь получается всего где-то я провел три дня и действительно посмотрел только какие-то отдельные места в южном сахарине мне тоже сказать что у вас все замечательные бирюзовые озера куда она обязательно съесть поэтому безусловно я планирую еще раз приехать посмотрите уже не только южный но и северный сахалин и с погодой все нормально то возможно и посетить курилы курильские острова да показать какие-нибудь неприличные знаки японцев спасибо большое за интересный разговор и надеюсь до новых встреч может быть вы еще придете к нам сюда на эфир спасибо спасибо и 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